Это наша, наверное, первая победа общая. Этого ребенка забрали в семью. Если хотя бы одному ребенку мы поможем найти семью, все будет не зря, считает автор проекта на телеканале Самара Гис и Наса Панченко. За 8 месяцев в эфире, благодаря программе «Право на маму», 17 ребят ушли в семьи. Героями проекта стали 25 детей, которые живут в приютах и детских домах. Какова судьба ребенка, оставшегося сиротой? В общем-то, всем известно, это больница, дом ребенка, детский дом, дом-интернат и так далее. Мир вокруг него рушится как минимум 4 раза. Ребенок начинает чувствовать себя вещью, которую можно передавать из рук в руки. И он разучивается принимать решения, потому что его мнение никто не спрашивает. Программа «Право на маму» вышла за рамки телеэкрана. Все больше неравнодушных людей предлагают свою помощь – органы опеки, волонтеры, сотрудники детских домов и приютов. Как бы государство не заботилось о детях, есть только один шанс сделать ребенка по-настоящему счастливым – найти ему новых родителей. Проект «Право на маму» не только как проект, через который вы показываете вашу активную социальную позицию и активную позицию по отношению к жизни города, но и как проект, который действительно улучшает жизнь самарцев и улучшает жизнь конкретных детей и людей, которые хотят себе усыновить ребенка. Программа «Инесса Панченко. Право на маму» победила в номинации «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» регионального этапа конкурса «Серебряный лучник». Впереди национальная премия. Лариса Шлафаст, Евгений Белова, Иван Карпов, ГИС События.